МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Хочу и буду". Именно эти слова должна сказать себе каждая женщина и, наконец, перестать откладывать на завтра заботу о себе. Не обращать внимание на сладкое и начать заниматься спортом. Не так легко, но результат того стоит. Всего за месяц участницы программы должны сбросить лишний вес, избавиться от комплексов и кардинально изменить свою внешность. Компетентное жюри выбрало пять девушек, которые выйдут на борьбу с недостатками фигуры. К сожалению, одна из участниц по семейным обстоятельствам не смогла приступить к съемкам в программе, но оставшиеся девушки полны оптимизма и настроены только на победу. Победу над собой. И сейчас вам, дорогие телезрители, предстоит познакомиться с нашими смелыми и отважными девушками. Наталья Дорофеева, 26 лет, организатор праздников, замужем. Рост 162 сантиметра, вес 66 килограммов. Чтобы пообщаться с Натальей Дорофеевой, нам в буквальном смысле пришлось дождаться своей очереди. Девушка занимается организацией праздников и каждый день проводит порядка трех-четырех встреч. Вот и сегодня она встречалась с потенциальными заказчиками. Александр и Анастасия планируют свою свадьбу и с этим вопросом обратились к Наталье. По образованию наша участница экономист, но в душе абсолютный гуманитарий. Наверное, поэтому сменила вид своей деятельности на более позитивный и оптимистичный. Признается, что нынешняя работа и есть ее хобби, и она отдает ей все себя. Муж, кстати, полностью разделяет увлечения Натальи. Они не только любящие друг друга супруги, но и успешные партнеры по бизнесу. Также супруг поддержал ее и в желании измениться. Казалось бы, девушка все время окружена вниманием, но все-таки что-то заставило Наталью прийти в наш проект. Ну, на самом деле, я думаю, что любая девушка, женщина всегда с собой, наверное, недовольна. Во-первых, наверное, внешние изменения. Во-вторых, мне интересно узнать себя с какой-то другой грани, что ли. Интересно, на что еще я способна, что я могу еще. Перемен, которые случаются за время участия в проекте «Хочу и буду», девушка не боится. Но на случай каких-то невероятных сюрпризов уже приготовила план действий. Даже если что-то пойдет не так, как я запланировала, там, я не знаю, меня подстригут на лосы, там, мне сделать какой-то ужасный макияж, что все со временем отрастет. Оксана Андреевская, 28 лет, кассир в букмекерской конторе, замужем. Рост 170 сантиметров, вес 72 килограмма. Со следующей участницей Оксаны Андреевской мы решили немного прогуляться. О себе девушка рассказывает мало. Совсем недавно вышла замуж. Полгода назад ее любимый мужчина, как в лучших романтических фильмах, встал на колено и сделал ей предложение. А в августе состоялась их свадьба. Оксана работает в букмекерской конторе, но сама не азартна и ставки не делает. Но вот ее муж, ярый футбольный болельщик, совместные просмотры матчей дали свой результат. Ну, бывает, что и вдвоем смотрим с ним без русей. Ну, бывает и пивко, и чипсы, и орешки, и рыбка солененькая. Вот оно все и сказалось, да? Да. Оксана считает, что ее жизнь не так интересна и насыщена. Как раз поэтому девушка, долго не раздумывая, отправила нам свою анкету. Чем сильно удивила мужа. Муж, честно говоря, немножко обалдел. Он не ожидал, говорил мне, зачем это тебе надо. Но когда понял, что я решительно настроена, смирился. Главное, как отмечает наша участница, у нее есть конкретная цель. Оксана и ее муж очень любят путешествовать и стараются не упускать любые возможности побывать на море. Грядущие новогодние праздники не станут исключением. Раньше, когда мы ездили на море, я себя чувствовала немножко скованно, некомфортно в своем теле. Сейчас, я думаю, этот проект даст мне новую фигуру. Я буду себя чувствовать на пляже более раскованно. На нашу встречу Ирина Чибикова пришла с самым любимым мужчиной, сыном Сашей. Мальчику чуть больше года, и он пока не привык к вниманию телекамер. Ирина по профессии повар, и несмотря на то, что теперь ей предстоит питаться только здоровой едой, она не перестает баловать мужа кулинарными изысками. Конечно же, не всегда полезными, но очень вкусными. Сегодня, например, в меню семьи курица с картошкой, запеченная в духовке. Для себя же Ирина честно выбирает более полезный вариант. Вот тебе на салатик что-нибудь возьму. Родом девушка из Казахстана. До переезда в Первоуральск работала страховым агентом, вела активный образ жизни и проблем с весом не замечала. А вот после того, как вышла замуж, родила сына и начала оседлый образ жизни, сантиметры в талии начали неумолимо прибавляться. Как и многие, девушка пыталась с ними бороться, но не обошлось без дно. Дома одна, друзей толком нет. Еще не успела никого тут особо зазнакомиться до такого. А кто есть, все два через два работают, давай спортом заниматься, ну давай, давай через два дня. А потом все забыли и все. Предстоящих нагрузок и перемен девушка не боится и готова доверить себя специалистам. Муж Ирины тоже с нетерпением ждет, когда его любимая изменится и даже высказывает свои предположения по новому образу жены. Конечно, у него есть такие пожелания. Он хочет, чтобы у меня длинные волосы были, эмилирование, например. Татьяна Гельманова, 33 года, торговый представитель, не замужем. Рост 150 сантиметров, вес 78 килограммов. Девочки, подскажите, пожалуйста, самый большой размер этого платья. Какой? К сожалению, восьмой, самый большой. И вот так вот всегда. Очаровательная худышка и Татьяна Гельманова помнит себя только в школе. С тех пор, каждый раз пытаясь приобрести модное платье, вновь и вновь сталкивается с отсутствием подходящего размера. Размера плюс. На вопрос, почему появился лишний вес, отвечает просто. Ни в чем себе не отказывала. Вот там-то маленько я дала слабинку. Надо было как-то уже себя брать в руки. Как-то диету и маленько даже, как сказать, даже не маленько, а побольше спорту. Опять же, ни разу не сидела ни на одной диете. Вот, видимо, покушать-то мы любим. У Татьяны есть 9-летний сын. Но, несмотря на то, что девушка воспитывает его одна, судя по всему, из мальчика вырастет настоящий мужчина и джентльмен. Он уже сейчас ведет себя не по годам мудро и ответственно. Он меня поддержал сразу же. Вот он у меня во всех начинаниях, какие бы они у меня ни были в каком бы сфере, он всегда поддерживает меня. И он сказал, мама молодец. Девушка не скрывает, она зациклилась на ребенке и его благополучии, и времени на себя у нее совсем не осталось. Но именно поэтому она и пришла в проект «Хочу и буду», чтобы наконец переломить эту ситуацию. Правда, напоследок захотела позволить себе небольшую слабость. Пока проект не начался, хотелось бы напоследок вот блинчиков вкусненьких. Потом неизвестно еще, когда придется попробовать. Таня, какие блинчики? Держи себя в руках. Наш проект начался. Никакого жирного, сладкого и вредного. Только здоровая пища и только здоровый образ жизни. Договорились? Хорошо. Держи себя в руках. Можете продолжить участие в проекте «Хочу и буду», что вас можно допустить к тренажерам в тонус-центре. А работать с вами сегодня будет Ольга Александровна Дереглазова. Врач. Здравствуйте. Врач общей практики, семейный врач. Она разбирается во всех спектрах человеческого организма, всевозможных заболеваний и наверняка выявит даже самую маленькую какую-то проблемку. Но, надеюсь, их у вас не окажется. Ну что, кто пойдет первый к Ольге Александровне? Оксана, вперед! Главная установка для всех членов этого дружного коллектива – вылечить каждого пациента. Наши участницы в интенсивном лечении не нуждаются, но проверить, не закружится ли у кого-то из них голова на беговой дорожке и не начнется одышка после интенсивных упражнений, мы обязаны. Медицинский центр «Эскамед» – идеальное для этого место. Отсутствие очередей и приветливый персонал, а также огромный спектр всех видов медицинских услуг. Так Ольга Александровна измеряет девушкам давление, рост, вес, прослушивает сердце и, конечно же, с каждой участницей беседует лично. Участницы получают направление на анализы. Анализы их они сдают сразу после посещения врача в соседнем кабинете. Медицинский центр сотрудничает с лабораторией «Хеликс». Это позволяет выполнять анализы по международным стандартам, что обеспечивает высокую точность и быстроту результата. В «Эскамед» вам могут провести анализ на ПЦР, ИФА, все виды гормонов, а также на более чем три сотни видов аллергенов. Наташа, представляешь, такой огромный спектр услуг. А анализы по планированию ребенка с мужем, мы можем здесь дать? А посмотрим в этом разделе. Пока Наталья решает воспользоваться услугами узких специалистов, которые ведут приемы в «Эскамеде», Ольга Александровна немного расстраивает Татьяну. Из обследования нужно будет вам сдать анализ крови общий, так, проверить сахар и проверить холестерин. И желательно бы сделать УЗИ щитовидной железы, потому что небольшое увеличение у нее есть. Хорошо? Как вы уже могли убедиться, в медицинском центре за одно посещение можно получить консультации семейного врача, сдать необходимые анализы и сделать УЗИ. Этой возможностью поспешила воспользоваться Татьяна. Вообще в «Эскамеде» проводят порядка десяти видов ультразвукового исследования. Это и УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной железы, гинекологическое УЗИ и другие. Ну а мы с вами давайте-ка проверим, как там дела у Татьяны. Тем временем Ирина выясняет, сможет ли она найти в «Эскамеде» квалифицированного врача для своего сына. Скажите, пожалуйста, вы детей принимаете? Моему ребенку год и три. Да, конечно, у нас ведет прием специалист, педиатр. Также есть узкие специалисты, детский гинеколог, детский невропатолог. Можно также вызвать врача на дом. Спасибо большое. Обязательно запишу своего сынышку к вам. Лечиться в «Эскамед» можно всей семьей, что существенно экономит ваше время и деньги. Так, например, существует очень удобная программа годового обслуживания «Ваш личный детский доктор». Она включает в себя наблюдение у личного врача и весь необходимый набор исследований и анализов. При этом вам не нужно каждый раз дожидаться записи или очереди к тому или иному специалисту. Кстати, в медицинском центре вы можете не только показать своего малыша доктору, но и получить больничный лист по уходу за ребенком. Каждая из наших участниц сдала общий анализ крови для того, чтобы проверить уровень сахара и фолестерина в крови и заранее выявить все противопоказания и, конечно же, назначить необходимое лечение. Но очень надеюсь, что все наши конкурсантки дойдут до финала, приступят к физическим нагрузкам и проблемы со здоровьем ни у кого не возникнут. Ольга Александровна, вот вы осмотрели всех наших участниц, провели какие-то процедуры. Расскажите, что и как, и вообще, как наши девочки? Так, ну девушки прошли осмотр, измерили им рост, вес, артериальное давление, проверили аульскую аускультацию. В общем-то, выявлены некоторые проблемы со здоровьем у некоторых из них. Девушки пройдут дополнительное обследование. Но в настоящий момент противопоказаний для участия в вашем проекте у них я не вижу. Итак, наших участниц ждет долгий путь к совершенству. Пока позади только первый этап. Но могу вас заверить, эта дорога будет насыщенной и интересной. Уверена, такого в жизни Ирины, Оксаны, Натальи и Татьяны еще никогда не было. Ведь это проект «Хочу и буду». Здесь мы рассказываем маленькие истории больших побед над собой. Увидимся в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин